На гостях Танислав Витальевич Кондаков, заместитель министра ЖКХ, начальник управления инженерной и коммунальной инфраструктуры. Добрый день. Во-первых, разберемся, у нас по всему краю уже открыт топительный сезон или по районам? Нет, еще не везде. У нас 14 районов начали топительный сезон, из них там 6 полностью, это северные районы. А на городах Хабаровск, Комсомольск, они его начинают, вот буквально... На днях? Да, на днях. 4 числа октября это Хабаровск, Комсомольск, начинает топительное подключение социообъектов, а жилфонд начинается 7 октября. А вот скажите, это зависит от числа в календаре или все-таки от температуры среднесуточной? Среднесуточная температура. Правила 354, 115, МДС, металлические указания, везде одно и то же. А топительный сезон начинается по наступлению пятидневки, так называемой, плюс 8 в течение пяти дней и ниже, соответственно. Еще расскажем, в Хабаровске должное 7, да? Да, с 7 подключения начинается подключение жилищного фонда. Начинается... Но у нас пока плюс 12 днем. Да. А каждая ТСЖ, управляющая компания, индивидуально решает, когда им подключать дом или нет? Нет, нет. ТСЖ может решить только тогда, когда у них собственная котельная. Тогда, да, они вправе начать топительный сезон, тогда, когда они захотели. Там решение общего собрания. А когда централизованного теплосомжения, там только по решению органов местного управления, это вот начало отопительного периода. А уже ресурсники составляют график подключения домов. Потому что город, допустим, Хабаровск большой, несколько тысяч домов, и подключить их в один момент, естественно, не получится. Поэтому составляется график, когда какой дом, когда подключается. Ну, обычно везет тем, кто на одной линии, допустим, с детским садом или с больницей. У них бывают раньше. Потому что соцобъекты... А есть какой-то предел? Ну, допустим, проходит неделя, вторая... Пять дней. Пять дней. Вообще, да, вот этому МТС, не помню, номер, там указано, что идет на пункт 26. Пять дней на подключение. Ну, вот с седьмого начали, соответственно, пять дней для подключения всех многокративных домов. К примеру, прошла неделя, у меня тепла нет. Мне куда обращаться? К кому жаловаться? Ну, первое, надо посмотреть, было ли у вас вообще веление на стене о том, что да, запуск отопления будет или нет. Если дата была обозначена, и отопление началось, тогда управляющую компанию. Возможно, какая-то проблема внутри дома. Кто-то не закрыл вентиль при подаче отопления, скажем так, протечка, и отключили там либо стояк, либо весь дом, смотря, какая арматура стоит. Ну, и потом к ресурсникам. К ресурсу набжаешь организацию, узнать, в чем проблема. Ну, или в администрацию, соответственно, города, либо муниципалитета. Чтобы не было ни протечек, ни других аварий. Вообще, вот сейчас нас слушают люди, которые готовят к тому, что у них подключать тепло. Им что надо сделать? Потому что каждый раз у нас в ТСЖ вывешивают какие-то там предписания. И, насколько я знаю, большинство моих соседей даже не понимает, о чем идет речь. Какие-то краны открыть, закрыть, краны... По текстам пишут, но самое главное, на радиаторе надо закрыть любые спустники, которые есть. Краны Маевского, воздухоотводчики, просто краны, если вдруг они есть, на слив который. Их надо обязательно проверить, чтобы они были закрыты. Ну, и, наверное, будет не лишним закрыть отсекающие вентиля на радиаторах. Но, опять же, это если есть замыкающий участок. Но самое главное, спустники воздуха. Вот их надо перекрыть. Потому что зачастую все проблемы с запуском отопления начинаются именно с того, что впадали тепло, у кого-то кран не был закрыт, протекло, соответственно, там, несколько этажей. Отключили отопление. Либо постоячно, если это возможно, либо даже целиком дом. И такое тоже бывает. Мы с вами встречались в прошлый раз, когда говорили о подготовке коммунальных сетей к отопительному сезону. Можно сказать, что все подготовились, все готово? Практически, да. Уже 99% осталось. Подготовлено, точнее. А 7%? 99%. Осталось, то есть, ну, текущие... А один, это кто ты хочешь спросить, да? Да. Ну, там текущие работы по где-то изоляции сетей не завершена, где-то один дизель-генератор не доремонтировали до конца. То есть, в целом, уже подготовка завершена. У нас все котельные готовы к работе, все 435 котельных. Атрансоватные подстанции, дизель-генераторы, ремонт сетей завершен. Там 60 километров, 62 километра тепловых сетей отремонтировано. 41 километров сетей водопровода. Порядка 9 канализаций. Это капитальный ремонт. Ну, в этом году вообще, как бы, серьезно подошли еще и к котельным переоборудованию. У нас появились модульные котельные. Ну, котельные были модульные и раньше, а в этом году просто дополнительные деньги были выделены. А также на замену ДЭС в деревянных зданиях. Здесь вот большой подход. Все успели сделать? По ДЭСкам еще нет. То есть, они в пути. Работа будет вестись, скажем так, до конца этого года. Но это не мешает никаким образом прохождению отопительного. То есть, их поставят рядом и при возможности переключат уже на новую. Знаете, Станислав Витальевич, каждый год мы перед началом отопительного сезона обязательно с представителями ассоциации службы обсуждаем это. Каждый раз нам говорят, что все готовы. Но каждый год обязательно что-нибудь случается. Кто где-нибудь закончится топливо. Кто где-нибудь что-нибудь перемернет. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, человеческих факторов, конечно, никто не отменял. Но вот насчет того, что где-то топливо закончилось, я таких моментов не помню. На моей памяти их не было. Хорошо. Ну, топливо мы, может, действительно утрируем. Но действительно... Но это человеческий фактор. Опять же, все предусмотреть невозможно. Недостаточный ремонт. Говорят, ремонт сделан, но ремонт не сделан. Не обязательно в этом. Опять же, аварии бывают какие. Делали опрессовку. Все, говорится, опрессовка прошла. Нормативный срок, нормативное давление. Подали отопление. За чего? Ну, кто его знает. Потому что трубы все равно же не новые. То есть, понятно, вот этот участок заменили. А этот посмотрели, два раза опрессовка прошла. Да, и весной, и осенью. А вот уже когда подача отопления идет, ну, усталость металла. Тут полностью же просмотреть всю трубу уже невозможно. То есть, где-то есть какая-то грань, может, источилась, и при подаче давления, ну, идет разрыв. Есть такое, но это, скажем так, нечастый случай. Но они есть, да. От этого исключить никак нельзя. Для чрезвычайных ситуаций есть вот какие-то вот... Предпосылки? Хорошо, пусть будет так. Нет, для предпосылок для ЧС у нас нет, к счастью. Подготовились достаточно хорошо. Может быть, там прогнозы синоптиков? Может быть, действительно какие-то там... Ну, прогнозы синоптиков. Недоговоренности межведомственные. Нет, межведомственных нет, с военными в том числе. А прогноз погоды, ну, понятно, в любом случае, все эти источники электрогенерации, теплогенерации, они подбираются и строятся с запасом. Как минимум, порядка 20-25%. Соответственно, даже в морозах, там, на 10 градусов, если будет холоднее, потребитель этого не заметит. То есть, по большому счету, для коммунальных сетей не имеет большого значения, холодная будет зима или теплая, да? Значение имеет снежное и бесснежное. Вот тут может повлиять. Потому что, когда мало снега, идет промезание грунта и подвижки, и тут, да, начинают страдать все эти водоснабжения, в первую очередь. А снега у нас в последние годы мало. Да, есть такая проблема. Но тут мы на это повлиять, к сожалению, не можем пока. Ну, вы же интересованы, вы не узнавали, что синоптика обещает в этой зимой? Такую же зиму, как в прошлом году. То есть, мало снежная, да? Да. Ну, и в меру холодная, да? Ну, я бы не сказал, что прошлая зима была какая-то холодная. Обычная зима, даже теплее, чем, скажем так, снеги прописан. Но я сказал, в меру холодная. Ну, в меру хорошо. И если серьезно, вот, по крайней мере, прошлой зимой самый распространенный видеоролик, который нам присылали, это были либо теплопроводы, где снята изоляция, да, по-моему, даже у нас под Хабаровском, да, либо труба, из которой вот шпарит, и все кругом облизнело. В подобных случаях, куда людям надо обращаться, чтобы обратили внимание? Ну, в тепловые сети, либо, ну, соответственно, тепловые сети. Если это город Хабаровск, там у тепловые сети, либо ДГК. Либо уже в администрацию, соответственно, поселение города, района. Ну, и к нам, соответственно, также. А вот нет ли возможности, я понимаю, что достаточно все изношено, а есть ли планы это как-нибудь систематически менять? Нет, систематически менять, конечно, есть. Мы и с нашим перечнем капитального ремонта помогаем муниципальным образованием, плюс принимаем сложные объекты в краевую собственность для их последующей модернизации, реконструкции. Буквально недавно у нас было подписано конституционное соглашение по реконструкции системы теплоснабжения поселка Ванино. Там будет глобальная реконструкция, полная перекладка всех сетей, абсолютно новая котельная, с закрытием всех мазутных и существующих угольных котельных. Огромный пласт работы, огромная стоимость. То есть мы потихонечку, постепенно такие работы проводим. Плюс губернатор дополнительные деньги выделил в этом году на подготовку к зиме, на перечень капитальный ремонт, так называемый, у нас. Поэтому постепенно, постепенно эта работа проводится. Но основное, да, это привлечение средств инвестора, консессия, инвест-программы. А чем привлекать инвестора в такие вот бездна, бездна, ЖКХ, это дорого всегда? Ну, раз они приходят, значит, они видят, что здесь можно и, скажем так, вложиться и заработать. В любом случае мы понимаем, что инвестор приходит заработать. Это как бы не только, он не меценат какой-то, да, он приходит, что-то делает, эксплуатирует и зарабатывает. А чем, 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 что мы ему такое... На снижение себестоимости услуг. То есть, допустим, та же Ванинская котельная, она работает на жидком топливе, на мазуте. Она переводит ее на уголь. За счет инвесторной отбавки, инвестиционной программы, консессионного соглашения, они сохраняют тариф на прежнем уровне. И за счет этих средств каждый год отбивают свои затраты на модернизацию. Потому что мы найти сразу 2,3 миллиарда мы не можем. Для того, чтобы вложить разовую реконструкцию систему теплоснабжения. А таких поселений у нас много. Вот каждый раз думаешь, что это такая дорогая, дорогостоящая, долгоиграющая история. Важно следить за качеством, чтобы делалось на своем. Ну, это все как раз и направлено на повышение качества. Опять же, возьмем Ванина. То есть, там будут абсолютно новые сети, абсолютно новая котельная. Естественно, и проблем с теплоснабжением будет гораздо меньше. Да, останется еще внутрянка, грубо говоря. Это внутридомовые сети отопления, которые могут быть изношены. Но, по крайней мере, самая главная часть, источник и подача тепла до потребителя, до дома, она уже будет новая. И здесь проблем будет меньше. Спасибо. Нам для себя будет Станислав Витальевич Кондаков, заместитель министра ЖКХ, начальник управления инженерной и коммунальной инфраструктуры. Напоминаю, что 7 октября в Хабаровске, в Краевом центре, начинается отопительный сезон. И плюс 5 дней запаситесь терпением.